В Ульяновске продолжается всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Очередным этапом стали соревнования в фигурном вождении велосипеда. Специально для конкурса на территории ФОКО «Улгу» организовали мини-городок со светофорами и пешеходными переходами. Подробности у Ирины Силкиной. Перекрестки с настоящими светофорами, круговое движение и зебры. Пространство ФОКО временно превратилось в мини-городок, а дети – в участников дорожного движения. На этом этапе он назывался «Автогородок». Мы проезжали здесь, ну как бы маленький город, мы должны проехать за пять минут шесть контрольных пунктов. Это интересно, как бы, ну что так вот, как в настоящем городе покататься. Конкурсанты не только должны следить за знаками, но и вовремя подавать сигналы поворота и остановки. Восемь настоящих госавтоинспекторов Зорко следят за исполнением ПДД. На данной станции оцениваются жесты, которые подают велосипедистам, участникам соревнований. Также соблюдение требований средств дорожного регулирования и, соответственно, знаков, дорожных знаков. Судьи отмечают, неплохо подготовлены все без исключения команды, а их тут 85. В Ульяновск, несмотря на дорожные сложности, приехали представители всех регионов страны. Дети из Чукотки прилетели сегодня и сразу же на соревнования. Ребятам по 10-12 лет, но отношения к конкурсу очень серьезные. Ежедневно вывешивается такой условный рейтинг регионов. Каждый день он меняется, потому что конкурс действует по принципу вертушки. И, например, сегодня ты в этой десятке мог быть в лидерах, а завтра уже в двадцатке ты там опускаешься на какое-то место. Поэтому интрига серьезная. По словам организаторов, конкурс «Безопасное колесо» не только формирует культуру безопасного поведения на дороге, но и является для подрастающего поколения в определенном смысле профориентационным. Ребята соревнуются не только в фигурном вождении велосипеда, но и в навыках поведения в чрезвычайных ситуациях, а также в оказании первой медицинской помощи. Этот конкурс мне очень нравится. Здесь мы можем многого узнать, что в жизни пригодится. Здесь мы учимся помогать в первую помощь, знать правила дорожного движения. Мне очень интересна медицина, потому что хочу я стать в будущем врачом. Конкурсные мероприятия продлятся до 8 июня. На закрытие планируется торжественное шествие всех участников по эспланаде. Победители ждут ценные призы и подарки. Ирина Силкина, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.